Уравнение Филля. Напоминаю, что такое число D. D это любое правильное число, 1, 2, 3 и так далее, не являющиеся квадратами. Почему здесь важно, что это не квадрат? А потому что если у нас есть уравнение вида x²-a²y², можете применить разность квадратов, и получится, что у вас или x-a¹ и x-a¹ это 1, или это минус 1. В каждом из этих случаев получаем, что x это или 1, или минус 1, и y это 0. Ну и, значит, всего два решения, это неинтересно. Цель сегодняшнего занятия все-таки доказать общую теорему, которая гласит, что уравнение Филля имеет хотя бы одно решение. Существует хотя бы одно, а поэтому и бесконечно много решений. Ну и понятия, как они устроены. Кроме этого, будет еще несколько, хорошо назовем, отдельных задач. Есть несколько разных способов доказательства этой теории. Мне кажется, что самый красивый из этих способов – это метод Вайлдбергера. Это такой замечательный человек. В 2008 году я узнал его доказательства. Вообще он живет в Сиднии, это Австралия. Оно совершенно потрясающее. Оно абсолютно проясняет всю ситуацию. Но я не буду сейчас это рассказывать, потому что хочу узнать более длинный способ. Он тоже интересен. Принцип Вайлдбергера. Я сейчас сделаю следующее. Я сумею сейчас доказать, что на самом деле уравнение х квадрат минус dy квадрат не обязательно равно единице. А х квадрат минус dy квадрат равняется какому-то целому числу С. имеет бесконечно много решений. И, зная этот факт, сумею доказать, что в таком случае и вон то уравнение х квадрат минус dy квадрат равно единице тоже имеет решение. Ну, а потом уже будем обсуждать структуру решений и так далее. начало связано с идеей приближения числа корень из d при помощи рациональной тропи. Смотрите, какая история. Если я придумаю такую рациональную тропу х разделить на у, что она будет примерно такой, то в таком случае у умножить на корень из d это будет примерно х. А значит, х минус у корней из d это будет почти что ноль. А значит, когда я х минус у корней из d умножу на х плюс у корней из d это будет маленькое число. Ну, вот понятно, что это все надо как-то написать формулами, что такое примерно равно, что такое маленькое и так далее. Так вот, ребята, для того, чтобы все это сделать, надо уметь приближать число с хорошей степенью точности рациональной тропью. Смотрите, если бы мы уже сейчас с вами знали, что такое цепная дробь, то проблем бы не было вообще. Потому что, когда вы любое число записываете в цепной дроби и делите, ну, рассматриваете соответствующие подходящие дроби, то степень приближения получается хорошей и что-то что надо получается. но я сейчас предположу, что вы не знаете, что такое запнай дробь. Ну, вот так в жизни получилось. Не повезло вам, что такое запнай дробь, не знаете. Кстати, правда, не повезло, потому что это очень простая идея и очень важная для всех тематиков. Вот. В таком случае давайте применять то, что называется принцип диреклян. Берем число корень из d, 2 корни из d, 3 корни из d и так далее, и так далее, n корней из d, где n какое-то натуральное число. И у каждого из этих чисел рассматриваем дробную часть, то есть отбрасываем целую часть, а оставляем только дробную. корень из d иррациональное число. Поэтому все эти дробные части как-то попадут на интервал от 0 до 1. Ну, не знаю, как, но как-то попадут. господа, я могу разделить отрезок 0 1 на n частей. Ну, если честно, даже на эту самую часть могу разделить и сказать, ну, давайте на n частей, чтобы не приховольствовать, делим на n равных частей. на n равных частей. А чисел, заметьте, у меня здесь n штук. А еще есть 0. Сколько уже чисел стало? n плюс 1. n плюс 1 число. И вот теперь-то и возникает тот самый принцип перефекта. если отрезок разбит на n равных частей и у нас всего n плюс 1 число, то какие-то 2 обязательно попадут в одну часть. Согласны? Значит, есть какие-то такие числа k и n, что дробная часть k корней из d и дробная часть l и дробная часть числа l корней из d отличаются меньше, чем на одну n. Ну, хорошо, напишу здесь меньше или равно, хотя, конечно, ровно не может быть из-за ирресонанса. Хорошо. Что такое дробная часть? Это на самом деле само число минус целая часть. Здесь что такое? То же самое. Само число минус его целая часть. минус на минус дает плюс. Значит, вот эта разность меньше, чем одна n. А теперь смотрите, нужно k-l обозначить одной буквы, а здесь получаем другую букву. И мы находим такую замечательную штуку. Оказывается, корень из d, если умножишь на какое-то число, и вычтишь из этого какое-то другое целое число, разность будет меньше, чем, еще раз, можно писать меньше, потому что, повторяю, что корень из d иррациональная, поэтому все-таки буду писать заметьте при этом, что такое y, это k-l ну, можно считать, что если надо, x, перед y, поменяем, поэтому можно считать, что y число положительное, да, это целое число, и заметьте, y не больше, чем n, y не больше, чем n, я получил замечательную совершенно вещь, я дал точный смысл вот этой строчке, смотрите, у меня было y корней из d примерно равно x, а теперь мы получили точное неравиство, точнее, для любого натурального числа n, существует такое число y от единицы до n, и такое целое число x, что выполнено, вот такое неравиство. Теперь давайте думать о число x плюс y корней из d, при этом может быть очень большим или нет? На самом деле конечно нет, потому что если у нас y корней из d отличается от x меньше чем на 1 n, то на самом деле x у нас меньше чем n корней из d плюс 1 n, согласны? потому что максимум для вот этого числа это n корней из d, но еще больше чем на 1 n и убежишь. значит x тоже маленькое число и сейчас я объясню откуда берется это самое число c очень просто x квадрат минус dy квадрат это есть x минус y корней из d умножить на x плюс y корней из d а это меньше смотрите чего первая скобка меньше 1 n следующая скобка меньше чем x плюс y корней из d для x у меня есть оценка оценка такая n корней из d плюс 1 n для y оценка n вот что же такое это 2 корня из d плюс 1 n квадратная это не больше чем 2 корня из d плюс 1 если неважно плюс 1 плюс 1 важно что какое бы n я не брал но вот эта величина будет не больше числа независящего от n все поняли то есть я могу брать все больше и больше н для каждого n будет своя пара чисел x y не каждый раз я буду вычислять и будут еще y это не 0 то есть здесь вот очень важно что были две разные точки все было 1 точка на n кусочках вопрос а почему не может быть так что когда-то получилось одно очень хорошее приближение и оно потом всегда катится ответ посмотрите на эти раистики y корней из d минус есть меньше 1 n если n стремит к бесконечности то вот эта величина будет стремиться к нулю значит если у вас есть какое-то конкретное приближение даже если оно очень хорошее если оно потрясающе хорошее все равно это будет какая-то конкретная разность не значит можно взять n так что оно при больших n уже будет не годиться таких пар x y бесконечно много разных и повторяю все время неравенство меньше чем вот 2 д плюс 1 значит у нас есть числа от минус 2 кубинитная минус 1 до 2 кубинитная плюс 1 целые числа бесконечно много пар x y для которых будет верно такое неравенство и значит для какого-то целого числа c это величина будет равна c в бесконечном числе точек понятна идея n можно сказать сколь угодно большим поэтому пар будет бесконечно много а когда у вас конечное число вариантов для значения значит какое-то из этих вариантов повторится бесконечно много раз это совершенно замечательно это совершенно замечательно потому что мы теперь можем такое уравнение написать я все вот так стираю мне это больше понадобится и пишу утверждение для некоторого целого числа c отличного от нуля вот такое вот уравнение будет иметь бесконечно много решений бесконечно много таких пар x и c это конкретное число они равны лю все отлично а дальше замечательная идея если бесконечно много решений я могу все эти решения посмотреть что называется по модулю c поскольку c может быть отрицательное давайте я возьму от него только модуль вот и y то же самое я смотрю по модулю c проще говоря смотрим остаток отделения на модуль c если c это 1000 то тогда вариант здесь будет максимум 1000 квадрат потому что x дает любой остаток от нуля до c минус 1 y дает тот же остаток от нуля до 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 все понятно вариантов всего будет но у нас решение бесконечно много значит обязательно найдутся пары которые удовлетворяют следующему замечательному условию во первых две пары то есть x1 в квадрате минус dy в квадрате равняется равняется числу c и равняется x2 в квадрате минус dy второе в квадрате на самом деле даже бесконечно много найдется но мне сейчас не надо бесконечно мне достаточно что найдутся две такие пары при этом x1 минус x2 делится на c и y1 минус y2 то же самое делится на c то есть я вот так говорил рассмотрим остатки остатков пар всего c квадрата и поэтому обязательно повторение произойдет такие две пары обязательно найдутся и сейчас замечательная идея я из этих пар сконструирую решение для уравнения x2 минус dy квадрат равно 1 как это делать очень просто я разлагаю этот намножитель это наша любимая форма то же самое пишу второй раз и делю нижнюю строчку наверх или верхнюю на нижнюю как вам больше нравится делю что у меня в таком случае получится а по-моему все просто теперь естественно желательно переписать это в каком-то более понятном виде наверное все помнят для этого достаточно числитель знаменатель домножить на сопряженное совсем недолго осталось x2 плюс y2 корней d умножаем на x1 минус y1 корней d в знаменателе у нас с вами при этом будет x2 минус y2 корней d умножаем на x1 плюс y1 корней d и то же самое делим на x1 в квадрате минус d y1 в квадрате так это у нас по-прежнему единица это все понятно теперь осталось чуть-чуть осталось вспомнить что знаменатель это вообще-то c и раскрыть скобки в числителе получаем x1 x2 минус d y1 y2 плюс x1 y2 минус x2 y1 корней d так все это разделить на c ну и здесь на самом все это то же самое получится абсолютно то же самое смотрите x1 x2 минус d y1 y2 здесь будет минус x1 y2 минус x2 y1 корней d разделить на c так по-прежнему отрежь единица а теперь очень важная вещь понимаете вы что вот эта скобка делится на c смотрите почему она делится на c x1 и x2 отличаются на какое-то кратное число c поэтому при изучении делимости на c можно вместо x2 написать x1 то же самое y2 и y1 отличаются на какое-то кратное число c поэтому на самом деле с точки зрения числа c y2 и y1 это одно и то же поэтому так и пишем x1 умножить на y1 минус x1 умножить на y1 это ноль вот эта скобка делится на число отлично и между прочим по той же причине вот это делится на с потому что x1 и x2 ютодated здесь может написать x1 в квадрате и здесь можно писать y1 в квадрате если нас интересует остатка трそうだ а x2 минус d y2 это как раз у нас на c на c делится значит и это число делится на c и это число делится на Поэтому вы можете обозначить вот эту вот дробь какой-то буквой x, а эту дробь вы можете обозначить какой-то буквой y. И у вас получится замечательное соотношение. x плюс y корней из d умножить на x минус y корней из d, что это вот равно 1z. Правда, здесь возникает такой интересный вопрос. А, собственно говоря, а вдруг x будет равно 1, а y будет равно 0? То есть получается, что мы искали, 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 а на самом деле, что-то из-за этого ничего не нашли. Почему не может так получиться, что просто-напросто y равно 0? Ну, давайте посмотрим, что значит, что y равняется 0. Это на самом деле означает, что вот эта вот штука равна 0. Давайте запишем. x1, y2 равняется 0. То есть получается, что x1 разделить на x2 – это то же самое, что y1 разделить на y2. Все понимают, почему это на самом деле невозможно? Вспоминайте, пожалуйста, что у нас было. У нас вот это вот равнялось этому, правильно? А что будет, если у нас на самом деле эти пары отличаются в несколько раз? У вас вот там есть, скажем, x2, y2 в 5 раз больше, чем x1, y1, ну тогда вот эта штука будет в 5 раз больше, чем эта. А у нас эта штука равнялась, причем вы помните, что это был не 0. Так идея понятна? Вот я напоминаю, что y у нас положительные, поэтому фокусов с тем, что там все отличается на минус тоже не бывает. У нас всегда были положительные. Ну вот, господа, я доказал вам только что, что уравнение Белля всегда имеет хотя бы одно решение.